Доступность правосудия. Намесник генерального прокурора Беларуси Алексей Стук провел прием грамадян у Калинковичах, а так само наведал экспозицию, присвеченную Ахвяром геноциду беларусского народа у музея школы номер 6. Подробясь с ней далее в сюжете. Неозгода с судовыми, розногороду процессуальными рашениями и постановами, основным по администрационных и криминальных справах. Это главная пытание, огученное на приеме грамадян. Не обошлось и без проблем у сферы жилево-коммунальной господарки и земельных спрычек. Наталья Старовойтова нияк не примирится с уседями. Земельное пытание стало причиной конфликту, яки спробовали вырошить выканавшие улады и навод правоохумные органы. Теперь пытание на контроле у наместника генерального прокурора. Усягу на прием завернулись и семь человек. Амаль по каждым пытаниям будет зрубленный анализ, на кольки полна и законно проведены проверки по тихти и инших справах. И у выпадку выявления порушения у виноватые будут покаранные. Некоторые пытания удалось вырошить на месте. Люди должны получать квалифицированную юридическую помощь. И мы прекрасно понимаем, и это очевидно, что не все люди, имея определенные физические недостатки, материальный уровень, могут приехать в Минск и попасть на прием в генеральную прокуратуру и в другие республиканские органы власти. Такие приемы полезны и тем, кто осуществляет прием. Потому что иногда по месту нахождения можно больше и глубже прочувствовать глубину той проблемы, с которой человек пришел. А во-вторых, можно на месте уточнить те или иные нюансы и более квалифицированно осуществить прием. Прационный визит продолжился у середней школы номер 6. Наученцы военно-патриотичного класса продемонстровали свои навыки у военной подрыхтуцы. У гостя на ведре музея, который заховывает в себе историю Великой Айчинной войны. Наш музей был открыт 9 мая 1965 года. На данный момент ему 59 лет. Благодаря ему и здесь огромной проделанной работе у нас в школе функционируют около 25 лет военно-патриотические классы. На данный момент насчитывается около 200 учащихся, которые учатся в данных классах. Тут заховываются экспонаты, которые дляустровывают маукливые жахи этих страшных годов. Миновитая экспозиция, присвеченная Ахвярам геноциду белорусского народа, притягнула увагу прокуроров. Представленные экспонаты, речевые доказы и копию процессуальных документов ранее передала прокуратура Калинковицкого района. Алексей Стук выказал словы подяки супрацовникам школы за захование исторической памяти. Недавно экспозицию пополнил фрагмент немецкого колючего дроту, знайденный у веростних этого года на мяжи Светлогорского и Калинковицкого районов. Тут в 1944 году размещался лагерь смерти «Подосинник». Наученцы шануют и памятают историю школы, рыхтуя соправданных патриотов своей родимы. В Мозырском районе, в населенном пункте Прудок, находится пограничная часть. Мы ездим туда два раза в год, там проходят различные мероприятия, экскурсии, которые нам проводят. Также там мы занимаемся, то есть проходят занятия по допризывной подготовке. В нашей школе проходит много военно-патриотических мероприятий. Мы стараемся принимать активное участие в каждом из них и чтить память тех людей, которые погибли в этих страшных событиях. До речи больше за 70 выпускников середней школы номер 6 города Калинковичи займают посады у военных структурах Республики Беларусь и за ее межами. Светлана Главко, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гумель».